Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию краткий обзор по техническому анализу отдельных валютных пар на текущую неделю. Сегодня понедельник, 23 марта, начало новой недели. И предлагаю сегодня рассмотреть британский фунт, который продолжает снижаться, но на текущий момент консолидируется. Есть вероятность, что после некоторой консолидации снижение продолжится, хотя вероятность разворота тоже нельзя исключать. Также обращаю внимание на японскую иену, которая слабела против доллара США, но сейчас начала консолидироваться. И есть вероятность снижения в паре, как минимум в рамках коррекции, которая может оказаться довольно существенной. Ну и австралийский доллар, который уже давно снижается, достигнув своих многолетних минимумов, и сейчас имеет некоторые предпосылки к развороту или глубокой коррекции. Поэтому наблюдаем за ситуацией. Итак, поехали. Британский фунт консолидируется после длительного падения до своих абсолютных минимумов, который отметился на уровне 1.1473. На этой отметке котировки нашли поддержку, что позволило паре немного подрасти в цене, однако столкнулось с сопротивлением со стороны продавцов на уровне 1.1792. Сейчас цена снова возвращается к поддержке на 1.1473. Высока вероятность, что в этот раз все же удастся преодолеть этот уровень и продолжить снижение к новым минимумам. Нельзя полностью исключать и вероятность разворота вверх, но учитывая все обстоятельства, признаков такого сценария пока мало и достоверно можно будет сказать только в том случае, если пара преодолеть разворотный уровень на 1.2006 и закрепится выше. Пока же основной прогноз предполагает снижение с отбоем от сопротивления на 1.1792 и целевым уровнем на 1.1129. Ну и далее японская иена, которая возможно разворачивается к укреплению, пара взяла паузу в росте и консолидируется между уровнями с верхней границы на 1.1112 и нижней на 1.1993. В целом пока однозначно утверждать нельзя, так как рост может продолжиться, сигнал на который будет получен при превышении ценой разворотного уровня на 1.1112, что будет означать выход из консолидации вверх. Окончательное подтверждение на начало снижения будет получено при закреплении ниже уровня 1.1993, что также даст сигнал на выход из консолидации вниз и изменит полярность уровня на сопротивление. При этом целевая зона для достижения лежит в районе отметки 106.96. Ну и наконец австралийский доллар, который также взял паузу в своем снижении и за последнее время немного подрос, в целом оставаясь в рамках консолидации. Вероятно в паре может состояться коррекционный рост, поскольку глобально она все еще находится в нисходящем тренде. Все же до получения однозначных сигналов твердо утверждать нельзя, сценарий здесь максимально рискованный. Не исключено, что пара еще может снизиться до ближайшего минимума на 0.5516, который стал поддержкой для цены и позволил ей вырастить. При этом сопротивление росту оказал уровень 59.60 и пара, отбившись от него, скорее всего направится теперь к поддержке. Только отбой от нее сможет подтвердить данный сценарий и направит котировки к отметке на уровне 0.6084. И на этом у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и мой обзор по техническому анализу основных валютных пар от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Всем удачных сделок и профитной недели. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok